Вы знаете, Россия была, есть и будет. Я скажу, почему. Во-первых, потому что она 11 веков уже твердо стоит на этой земле. Во-вторых, потому что есть народ, который, если искренне относиться к тому, что ты чувствуешь, то есть какие-то факты, которые меня, например, осмеивали, когда я об этом говорил. Была такая идиотская передача одна. Значит, когда Германия стала терпеть поражение на фронтах Советского Союза, то один из боссов, который отчитывался перед Гитлером в ответ на упреки, сказал, ну как можно воевать со страной, где почти у 100% женщин первым мужчиной является их муж, ее муж. Вот сегодняшнее понятие, это бойфренд, геллфренд и так далее, это, понимаете, это, так скажем, все равно неприемлемо. Потому что это не наш стиль. Мы хотим, каждый из нас хочет, чтобы твоя жена была верна тебе и только тебе, и чтобы больше никуда не смотрела, то же самое хочет жена и так далее. С другой стороны, жизнь, конечно, по-разному складывается, не в этом дело. Но я просто хочу сказать, что вот эти вот вековые ценности, которые были, они я просто знаю, поскольку я очень много с людьми общаюсь, вы сами понимаете, такая сфера жизнедеятельности у меня. Все-таки вот семейные ценности, они стоят на первом месте. Несмотря на то, что у нас много разводов там и то, все равно семья остается той ласточкой, понимаете, которую каждый хочет поддержать в руках, не дай бог, чтобы мне кто-то прикоснулся. Вот. Кроме того, не может развалиться страна, где величайшая культура, величайшая наука, величайшее искусство существует, где люди говорят на разных языках и понимают друг друга как родные. Поэтому я, вы меня даже, понимаете, я знаю, что много проектов. Об этих проектах начали говорить сразу, когда развалился Советский Союз. Как она будет разваливаться, Россия, там, это, это, это. И что? А воз и ныне там.